10 самых популярных игрушек в разных странах Возможно, вы выросли во времена кукол Барби, Кирби, тряпичных кукол, и вам будет очень интересно узнать, с какими игрушками развлекаются дети из разных стран. Диабола в Китае В США есть любимая игрушка, и это Йо-Йо. Пластиковый корпус на резиночке. А в Китае есть своя супер-игрушка. Она напоминает Йо-Йо, но работает немного по-другому. Называется она Диабола, и выглядит как пластиковый корпус с привязанными к нему двумя деревянными палочками. Для игры нужно подкинуть его, прокатить по деревяшке, и тут начинается веселье. Как и в случае с американским аналогом, играть можно с различной степенью сложности. Можно просто подбрасывать корпус в воздух и ловить его на резиночку. Можно добавлять акробатических этюдов, чтобы выглядело все еще более зрелищно. С этой игрушкой можно играть сразу нескольким людям. Нравится она и детям, и взрослым. Многие даже выступают с трюками с Диабола на различных шоу-талантов. Игрушки уже много веков. Появилась она в период между 1386 и 1644 годами. С тех самых пор дизайн претерпел некоторые изменения. Но неизменным осталось одно. То, что это самая любимая игрушка в Китае. Хэллоу Китти в Японии. Когда мы говорим о самых популярных игрушках в мире, мы можем с уверенностью назвать Хэллоу Китти Королевы Игрушек. Этот крошечный персонаж буквально заполонил всю планету и поработил умы своих поклонников. Путь этой игрушки начался в 1974 году. Но тогда она даже названия не имела. Просто милая кошечка с бантиком на ухе. В 1976 году семья Хэллоу Китти начала разрастаться. Нас познакомили с ее сестрой Мини, мамой Мэри и папой Джорджем. А вы знали, что у Хэллоу Китти была своя домашняя кошка по сюжету? Странно, да? Дальше наша героиня стремительно начала захватывать мир. В 1978 году игрушки Хэллоу Китти разлетелись буквально по всей Европе. Первыми начали продаваться часы с изображением легендарной кошечки. В итоге удалось продать целый миллион штук. Через некоторое время вышла в свет первая весенне-летняя коллекция одежды с изображением Хэллоу Китти. В 2007 году площадка Хэллоу Китти приняла участие в праздничном параде от торгового центра Мэйсис. Да, империя Хэллоу Китти только растет. И сейчас уже можно найти все, что душе угодно с любимой символикой. Даже пожить в тематической гостинице, где все оформлено в розовом цвете. Или поужинать в тематической кафешке. Тряпичная кукла Мария в Мексике. Мексиканская культура всегда славилась самыми лучшими тряпичными куклами. Их часто продают в туристических зонах и называются они Мария. Куклы появились в 70-х годах и дали возможность людям работать, изготавливая их и помогать семьям из вырученных денег. Марии одеты в традиционную мексиканскую одежду и призваны гордо нести знамя своей культуры. Но популярность куклы разнесла ее по всему миру. Общие черты лица, однако, и структуру волос никто менять не стал. Дедушки и бабушки любят заниматься изготовлением кукол вместе со своими внуками. Они объясняют малышам, как правильно использовать материалы и рассказывают о тесной связи между куклами и природой. Американская кукла в США Маттель – американская фирма, которая не только выпускала Барби, но также представила миру американских куколок. Их история началась в 1986 году. И, как Барби, они тоже должны были помочь девочкам найти себя и самовыражаться. С момента создания было продано более 30 миллионов кукол, а каталог кукол был признан самым объемным каталогом игрушек в стране. Деревянные машинки в Италии Если вы бывали в Италии, то точно видели такие машинки. Их продают не только туристам. Местные дети тоже их очень любят. Придумала эту игрушку фирма Тобиус. А историю создания мы вам сейчас расскажем. Она достаточно уникальна. Был один дизайнер, у которого родился ребенок, и ему не нравилось, что через пару часов игр с одной из игрушек ребенку становилось скучно. Он решил создать нечто с более глубоким смыслом. Он хотел, чтобы игрушка пахла деревом и была натуральной. Так и появились первые игрушки фирмы Тобиус. Они все изготавливаются из сладкой и ароматной кедровой древесины. Кубик Рубика в Венгрии Эта игрушка популярна по всему миру, но создал ее венгерский архитектор по имени Эрна Рубик. Он создал нечто невероятное. Куб, все части которого могли вращаться и при этом не разваливались. Изначально это был предмет искусства. Автор и представить не мог, что его идея станет одной из самых популярных в истории. Первые игрушки весили в два раза больше современных, облегченных вариантов. Их выпускали под названием «Магические кубы». Кубики стали моментально популярны в Венгрии и разлетелись по всему миру. А теперь немного шокирующих цифр. С момента создания кубика в 1980 году по всему миру было продано более 400 миллионов штук. У игрушки есть свое собственное ТВ-шоу. А также есть люди, которые соревнуются в скорости собирания всех граней этой игрушки. У самого создателя игрушки на сборку ушло больше месяца. Так что не переживайте, если у вас не получается. Сунка на Филиппинах Эта игра была традиционно популярна среди детей и женщин. В нее играют только на улице, так как по легенде, если играть в игру в доме, то он может развалиться на части. Игра состоит из деревянной пластины с 16 секторами. Нужно передвигать по ним камушки или ракушки. В принципе, что угодно, что подойдет по размеру. Игра предсказывает будущее. И многие девочки использовали ее как способ узнать, когда они выйдут замуж. Как в нее играть? Рассказываем. Двое игроков садятся друг напротив друга. У них есть по шесть или более фишек для игры. Для начала нужно подбросить в небо семена, и кто больше поймал, тот победил и ходит первым. Он должен выкладывать камешки или ракушки по часовой стрелке, пока они все не дойдут до конца. Игра заканчивается, когда все отверстия с одной стороны остаются пустыми. Прыгающие крышечки в Польше. Польское название этой игры очень сложно произносить, так что мы не станем даже пытаться, а просто расскажем вам о ней. Она состоит из круглого поля и крышечек. Каждая крышечка имеет свой цвет. Красный, желтый, синий и зеленый. На поле также обозначены сектора таких цветов. Нужно заставить крышечку попасть в нужные отверстия на поле. Если кто-то попал своей крышечкой в твою, то ты получаешь еще 20 очков. У игроков есть 10 попыток. Побеждает тот, кто набрал больше очков. Игра становилась все популярнее и выходила в новой, более сложной форме. Плеймобиль в Германии Вы точно слышали о фирме Плеймобиль до этого, верно? Она была создана в Германии в 1974 году и включает в себя огромное количество компонентов. Игра сразу стала классической для детей. По всему миру было продано 3 миллиарда фигурок. В игру могут играть и дети, и взрослые, так как уровень и качество игрушек могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений. Самыми первыми фигурками были рыцарь, рабочий и индеец. Через два года появились первые женские фигурки. С годами игрушки стали выходить самого разного типа и размера, и уже ни капли не напоминают те самые первые. В 2011 году вышла совершенно новая серия игрушек, которая подразумевала то, что вы сами можете создать своего персонажа. В 2015 году фигурка Мартина Лютера Кинга стала одной из самых продаваемых фигурок в истории, так что бренд своей популярности не теряет. За три дня было продано аж 34 тысячи игрушек. Лего в Дании Лего появились в 1932 году, и первым местом производства была обычная мастерская. Сегодня это третья по величине игрушечная компания. Самое крутое в этих игрушках то, что неважно, когда была сделана деталь, она точно подойдет к другой детали Лего. А вы знаете, почему игра называется Лего? Это аббревиатура от двух датских слов ЛЕГ и ГОТ. Означали они хорошие игры. С 1978 года было изготовлено 4 миллиарда фигурок. Можете быть уверены, что каждый ваш любимый персонаж уже есть в виде фигурки от Лего. Задачей игрушек считается развитие креативности у будущих дизайнеров и архитекторов. И это приносит свои плоды. Есть невероятно огромные проекты, сделанные из Лего. Например, здание НАСА, на строительство которого ушло 750 тысяч деталей. Многие художники использовали детали Лего в своих творениях. У Лего даже есть свой собственный развлекательный парк в Дании. Называется он Лего Ленд. Именно его можно назвать главным датским аттрактом.